Ну, наконец-то. Есть возможность начать работать. Спустя три с половиной месяца директор Химкинского турагентства Андрей Бгатов возвращается на свое рабочее место. За это время он успел полежать в больнице с коронавирусной инфекцией, уволить двух сотрудников, лишиться дохода. Зато не потерял связь с постоянными клиентами. Нам постоянно звонят наши клиенты и ранее, и сейчас, но вопросы носят, скорее, такой, знаете, познавательный характер. Ну, как там? Как вы считаете? Что вы посоветуете? То есть значительной активности не появилось. Люди очень напуганы коронавирусом и ждут какой-то стабилизации. Сдвинулись экзамены, ЕГЭ и вступительные экзамены. А, соответственно, очень многие хотели отдохнуть с детьми. Им тоже пока не ясно, что будет происходить. За первый день работы в агентство позвонил лишь один клиент, и тот пообещал вскоре зайти. Чаще всего химчане интересуются Турцией, рассказывает Андрей Бгатов. Впрочем, границы пока закрыты, и клиенты не рискуют покупать путевки заранее. Поэтому особо актуален сейчас отдых в различных уголках России. Интересуются не только югом, где путевки начинаются от 18 тысяч рублей, но и более дорогими местами отдыха на востоке страны. Например, путевка на Байкал на двоих человек сейчас стоит, как отдых на Средиземном море. Байкал, путевка полностью, то есть за перелет, трансфер и недельная экскурсионная программа, это будет примерно от 80 тысяч рублей. Впрочем, на большой приток клиентов Андрей Бгатов пока не рассчитывает, спрос невелик. Открытие турфирм в Химках совпало с выпуском студентов в Российской Международной Академии Туризма. В этом году бакалавриат закончили 150 человек, специалистов по семи направлениям. Среди них юристы, педагоги, дизайнеры. Сложнее всего придется менеджерам туризма. Руководство Академии обещает помочь с трудоустройством. Выпускница Вероника Захарчук рассказывает, что сама в работе не нуждается и за судьбу своих безработных сокурсников не переживает. По ее личным наблюдениям, рынок туриндустрии оживает. Проблемы с трудоустройством. Но если говорим, например, про какие-то турагентства и туроператорские компании, я думаю, на самом деле нет, потому что все эти, ну, возможность работать есть и дистанционно. Может быть, сейчас все равно сократился, конечно, варианты вакансий, которые были раньше предложены. Но на самом деле сейчас все очень быстро восстанавливается. По словам ректора Евгения Трофимова, этим летом за счет закрытых границ увеличится спрос на внутренний туризм. Несмотря на это, многие туристские организации не смогут вернуться в строй. Многие туристские компании легли на ноль в результате коронавируса. И если кто-то думает, что подняться им легко, то ошибается. Но это потребуется несколько месяцев. Поэтому постепенно, постоянно мы будем развивать внутренний туризм. И он окажется основным в этом году. Учредитель Академии, президент Совета по туризму и отдыху в России Виктор Пугиев рассказывает, что отрасль заработала лишь частично. По-прежнему в Подмосковье закрыты санатории. Они позволили бы разгрузить юг России, который стал основным местом отдыха десятков миллионов россиян. Помимо здравниц, несет убытки и гостиничный бизнес. Поэтому без помощи государства не обойтись. Половина туристских фирм будут банкротами, боюсь. И не станут восстановиться длительный период времени, если не получит помощь государство. Мы надеемся сейчас, что, допустим, мы в санаторном бизнесе получили 2-процентные кредиты, которые со временем будут списываться, если мы выполним определенные условия, которые государство поставило перед нами. То есть никого увольнять не будем. Окончательный точный прогноз, когда туриндустрия выйдет из кризиса, пока не даст никто. Но точно не раньше следующего года. Слишком много переменных. Росавиация продлила запрет на международные полеты до конца июля. Теоретически заграничный туризм для россиян будет доступен с 1 августа и лишь в небольшом количестве стран. Но при условии, что там не начнется вторая волна пандемии. Александр Сергеев, Николай Забродин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова